Перед началом видео рекомендую канал LookTook. Там вас ждут обзоры самых крутых и странных товаров, поездки на фабрики и выставки, бизнес-рекомендации по оптовым закупкам из Китая. И, кстати, ребята проводят еженедельные конкурсы. Подписывайтесь, ссылка в описании. Даже если вы будете молчать, то ваши руки и ноги смогут рассказать о вас многое. Что значит, когда второй палец на ноге длиннее большого? Почему то, как вы сжимаете кулак, расскажет все о вашем характере? 10 странных вещей, которые расскажут о вас руки и ноги в этом видео на Моголь ТВ. Сразу же поясню для тех, кто думает, что все подобные факты – это полнейший бред, и форма рук и длина пальцев ничего не говорит об их владельце. Все, о чем я расскажу в видео, это результат исследований психологов. Участие в исследованиях принимали несколько сотен тысяч человек. Что дает право полагать, что данные близки к реальности. Ну, а чтобы проверить это, после видео напишите в комментариях, насколько совпали эти данные с вашей конкретной ситуацией. Номер 1. Для начала просто сожмите кулак, как вы обычно это делаете. Теперь не разжимайте и внимательно посмотрите на него. Если вы сжимаете кулак, убирая большой палец под все остальные, то, скорее всего, вы замкнутый человек, испытывающий проблемы при общении с людьми. Если большой палец оказался поверх остальных таким образом, то, вероятно, вы человек с уверенным характером, который очень реалистично оценивает вещи. Как правило, это люди рациональные и уверенные в себе. Наконец, третий вариант, когда большой палец не закрывает остальные, а находится сбоку. Подобное положение свойственно людям с мягким характером, которые более легкомысленно смотрят на жизнь. Часто именно такой вариант можно встретить у людей творческих. Номер 2. Теперь посмотрите внимательно на ваши ноги. Ставьте лайк, если прямо сейчас начали стаскивать с себя носок. Посмотрите на второй палец. Если он длиннее большого, то это так называемая греческая стопа. Интересно, что подобное положение можно встретить практически у всех статуй Древней Греции. И по наблюдениям психологов, подобными ногами обладают спортсмены, артисты или политики. Ситуация, когда первые два или три пальца одинаковые, а остальные уменьшаются по размеру, зовется римской стопой. И подобное положение характерно для деловых и харизматичных людей. Если первый палец самый большой, а остальные равномерно уменьшаются, то такая ситуация чаще наблюдается у людей скрытых и замкнутых, при этом склонных к вспыльчивости. И, наконец, последний вариант, когда все пальцы примерно одного размера. Такой вариант называют крестьянской стопой. Это работоспособные и ответственные люди, которые имеют очень спокойный характер. Номер три. Теперь снова перейдем к рукам. Посмотрите на них внимательно. Особенно на безымянный палец. Если безымянный палец длиннее указательного, то это говорит о том, что вы человек рациональный, практичный и спокойно справляетесь с возникающими в жизни проблемами и препятствиями. Часто из таких людей получаются инженеры или ученые. Ситуация, когда, напротив, указательный палец длиннее безымянного, как правило, указывает на лидерские качества человека. Такие люди очень целеустремленные, порой жесткие и привыкшие добиваться своего. Если указательный и безымянный палец равны, то это говорит о вас как очень миролюбивом и добродушном человеке. Это люди, которые умеют находить общий язык и уживаться со всеми. Что из этого совпало, а что нет, конкретно у вас, напишите в комментариях. Еще больше интересных видео с фактами и лайфхаками на канале Моголь ТВ. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте оставлять комментарии.